Всем привет, меня зовут Дима. Я работаю в команде карты iOS и сегодня хочу поделиться с вами нашим опытом внедрения дополненной реальности в карты. Но перед тем, как приступить канонически к плану доклада, я решил, что надо вообще понять, о чем идет речь. Если кто-то из вас не пользуется картами или вдруг не слишком часто пользуется пешеходной маршрутизацией, давайте посмотрим, о чем сегодня пойдет речь. У нас есть карты, в которых можно искать места и не только. И не так давно появилась возможность прокладывать пешеходные маршруты с дополненной реальностью. Вы видите линию маршрута, вспомогательную метку, которая показывает, куда нужно двигаться. Хочу отметить, что линия красивая с анимацией, как в iOS, и должно быть двигаться вдоль маршрута. Мы видим расстояние до конечной точки маршрута. Если мы вдруг отвернулись, появляется вспомогательная метка, которая покажет, куда нужно развернуть телефон, чтобы пройти до конца маршрута. И теперь, когда, я думаю, все поняли, о чем будет разговор, давайте я расскажу, из чего будет состоять мой доклад. Сначала я немного расскажу о истории AR, о фреймворке ARKit, собственно говоря, благодаря чему он стал такой популярный и какие у него были конкуренты и преимущества. Затем мы перейдем к реализации маршрутизации с дополненной реальностью. Я расскажу о тонкостях работы с Sankit, о позиционировании объектов, прошу прощения, о том, как мы рендерили весь необходимый UI. И в конце подведу краткий итог в виде статистики и профита, что нам вообще все это дало, и как вообще эти люди пользуются или не пользуются. Начнем мы с краткой истории дополненной реальности, которая на самом деле берет свое начало порядка 60-е годы прошлого века. Мы, конечно, не будем разговаривать о всей хронологии событий, а поговорим о последних годах. Например, в 2009 году журнал Esquire первым среди масс-медиа добавил поддержку дополненной реальности в свой продукт. Они разместили штрих-код, который можно было поднести к веб-камере, скачать специальное ПО, и фотография Роберта Дауни-младшего оживала. Вот это очень веселый мувик, можно его посмотреть в интернете, я ссылку в конце покажу. В 2014 году сразу две крупные корпорации, это Google и Microsoft представили свои продукты дополненной реальности, это Google Glass и Microsoft HoloLens. Они тем самым показали, какие инвестиции крупные корпорации готовы вкладывать, и, собственно говоря, благодаря чему сегодня мы можем внедрять дополненную реальность в приложение. В 2016 году вышла самая популярная игра с дополненной реальностью Pokemon Go. Есть те, кто играл в зале? Круто. Советую поиграть, если не играли, это весело. Она, в общем-то, уже на момент ее выхода, то есть в июле 2016 года, количество скачиваний превысило 16 миллионов, и до сих пор ее никто обогнать не может. И в 2016 году вышел фреймворк ARKit, и сегодня благодаря этому фреймворку мы с вами можем внедрять дополненную реальность в наши приложения. Но на момент выхода в ARKit на самом деле существовал не только ARKit. Было много конкурентов, среди которых Project Tango от Google, Microsoft HoloLens и опенсорсные решения, например, ARToolkit и многие другие. Но они не пользовались широкой популярностью. Например, шлем HoloLens стоит 3000 долларов. У кого он есть в зале? Есть такие? Не особо. Ни у кого. Собственно говоря, это и требовалось доказать. Опенсорсным решением необходимы специальные маркеры, чтобы сессия дополненной реальности привязалась к реальному миру. И ARKit именно благодаря тому, что победил все эти недостатки, стал таким популярным. Во всяком случае, на мой взгляд и на взгляд многих людей в интернете. Ему не нужны специальные метки. Он прекрасно интегрирован с существующими фреймворками SpriteKit, Metal, Synkit. Он обладает высокой точностью позиционирования объектов, и ему не нужна калибровка. Достаточно просто купить последний iPhone, практически последний, и наслаждаться. Под капотом работает визуально-инерциальная деметрия, которая берет данные из нескольких систем. Это гироскоп, акселерометр и данные с камеры. Используя фильтр Калмана, обрабатывает их и выдает нам наше местоположение на сцене. Также ARKit умеет понимать сцену. Он позволяет нам распознавать вертикальные и горизонтальные плоскости, добавлять виртуальные объекты на сцену и отслеживать положения реальных. Более того, он умеет определять условия освещения и даже позволяет нам задать дефолтное освещение. То есть мы можем добавить свой объект, он будет за счет дефолтного освещения выглядеть более живо. Теперь перейдем к основной части маршрутизации. Чтобы понять вообще, что в нее входит, давайте посмотрим, какие пункты вообще есть в маршрутизации с дополненной реальностью. Первое, что нужно сделать, это получить маршрут. Это может быть любой IP, Google Maps, Яндекс.Мапкит, все что угодно. Затем нужно определить позицию точек маршрута. Если кто-то, может быть, никогда не работал с маршрутизацией, маршрут представляет из себя набор координат фактически географических. После чего отрисовать необходимый UI и интегрировать в свое приложение. В нашем случае это Яндекс.Карты. Мы не будем рассматривать получение маршрута, интеграцию в карты, потому что это специфические задачи, и в принципе каждый, я думаю, с этим справится. Все-таки разработчики здесь, iOS. Более подробно поговорим об определении позиций точек маршрута. Собственно говоря, это просто конвертация из географических координат в координаты на сцене. Также в эту задачу входит корректировка направления системы координат ARKit. И более подробно я расскажу об этом дальше. Также необходимо отрисовать необходимую UI. В нашем случае это метка финиша, вспомогательная метка и полилиния маршрута. Чтобы все это сделать, вообще-то нужно немного разбираться в API, которая нам предоставляется. И я постараюсь кратко описать то, с чем работали мы, и с чем придется работать вам, если вы решите повторить. Первое — это RSCNView. Наследник SCNView из ScenKit, который очень удобен при работе с дополненной реальностью. Он за нас синхронизирует положение телефона с положением камеры. Более того, система координат ScenKit совпадает с системой координат ARKit. И он добавляет изображение с телефона на бэкграунд нашей сцены. Есть такой класс SCNNode. Это аналог UI view в мире ScenKit. Это просто положение в пространстве. У него на самом деле нет самого по себе какого-то видимого контента, но любой нод можно сделать видимым, добавив освещение и геометрию. Есть такая важная настройка World Alignment. Она определяет то, как будут направлены оси ScenKit при инициализации сессии дополненной реальности. Мы используем флаг Gravity and Heading. И по документации Apple говорит нам, что если вы выставите такое значение, то ось Z нашей системы координат будет направлена на юг, ось X, соответственно, на восток, и ось Y обратно относительно гравитации. На самом деле, конечно, все не так сладко, и с этим пришлось бороться. Но об этом дальше. Теперь, когда мы все инструменты, в принципе, немного узнали, можно сделать такой краткий вывод, что отрисовка маршрута — это просто создание нодов и размещение их на сцене в правильной позиции. Теперь поговорим об рендеринге. И вообще-то все, наверное, здесь какие-то кнопки рисовали, да, там, может быть, таблички. В общем, ничего должно быть сложного. Но есть тонкие моменты, с которыми мы столкнулись. Я хочу об этом вам рассказать. Есть, например, метка финиша. Это просто вьюшка, да. У нее нужно определить позицию, размер, нарисовать билборд с расстоянием. Но что выбрать, UIKit или SynKit? По идее, мы как бы работаем в AirKit. Apple говорит, используйте SynKit, предоставляет нам класс RSC and View. В нем и рисуйте. И чем пользоваться лучше, здесь, конечно же, решать вам. Я расскажу о том, как все это сделать и в UIKit, и в SynKit. И в конце расскажу, что выбрали мы. И вообще первое, с чем мы столкнулись, это с требованиями к тому, что размер метки, требования такие немножко своеобразные. Дело в том, что если мы разместим на сцене какой-то объект и будем от него удаляться и приближаться, то он будет на экране, его проекция увеличиваться и уменьшаться. Наши требования отличались от этого тем, что при определенном расстоянии проекция объекта на экран должна оставаться фиксированного размера. То же самое при достаточно близком приближении к финишу маршрута. И эти правила, они на самом деле противоречат правилам перспективной проекции, по которым объект будет бесконечно уменьшаться при отдалении. Соответственно, нам нужно как-то внедриться в это все и попробовать изменить SendKit или, может быть, сделать это как-то иначе. Давайте вначале поговорим о том, как это сделать UIKit. Рассмотрим вот такую картинку, на которой есть дом. И этот дом, мы видим, что его проекция попадает на экран. Соответственно, представим, что это конец нашего маршрута, и нам нужно нарисовать для него вспомогательную метку. Все на самом деле просто. Мы создаем для него осен нод, у которого есть какая-то позиция в мировой системе координат. Проецируем на плоскость экрана. Находим точку пересечения с плоскостью экрана. Далее определяем размер до нашего нода. Это можно сделать через Core Location данные или через SendKit, неважно. После чего из требований, которые у нас стоят к размеру, определяем размер на экране и рисуем наш красивый красный кружок. На самом деле все чуть сложнее, но мы будем рассматривать красные кружки. Таким образом, все бы здорово, но проекция на плоскость экрана, она меняется, когда ты двигаешь телефон или отходишь. Соответственно, нужна какая-то входная точка, чтобы каждый раз апдейтить наш фрейм, наши вьюхи. И таким местом является метод SCN RenderedDelegator. Соответственно, в нем будет происходить вся ваша работа и отрисовываться вспомогательная метка в дальнейшем. В результате в UIKit мы выполнили наши требования. Соответственно, в UIKit мы получили то, что хотели, и посмотрим, как сделать то же самое в SendKit для сравнения. В SendKit задача отличается тем, что нам нужно найти размер, например, сферы, которую мы должны расположить в реальном мире, то есть на сцене с SendKit. И этот размер должен быть таким, чтобы проекция на экран была нужного размера, который продиктован требованиями дизайнеров. Аналогичная картинка, аналогичный дом, который виден на экране. То же самое у нас есть проекция на плоскость экрана. И здесь мы также находим дистанцию. После чего мы можем взять и на экране выбрать точку, удаленную от точки проекции на размер, который нам указан в требованиях, пополам. После чего воспользоваться API с Enkita, выполнить обратное проецирование на сцену. Получив в нем точку в 3D-пространстве, мы получаем две точки. Имея две точки, мы можем построить вектор, найти его длину и получить радиус объекта в реальном мире. Все здорово, задача решена. И результат действительно совпадает. Вот здесь можно посмотреть на то, каким размером должна быть сфера, чтобы на экране она выглядела таким размером. Тавтология, ну ладно. Есть у нас еще задачка про билборд с расстоянием. Это просто лейбл, все просто, что тут может быть сложного. Но дело в том, что нужно его заставить всегда смотреть на тебя. Если в UIKit все более-менее просто, то в Enkita немного сложнее. В UIKit есть единственная проблема, что лейбл сам по себя не повернет относительно… Когда ты поворачиваешь телефон, если ты его нарисуешь в центре, в точке проекции, напишешь в нем какой-то текст, то, соответственно, его граница будет параллельна границам экрана. А мы хотим, чтобы он был повернут. Нужно просто повернуть на какой-то угол. Но что это за угол? На самом деле этот угол — это угол между осью X UIKit и проекцией оси X с Enkita на плоскость экрана. Это точно. В сэмплах, в принципе, все это есть, которые будут на GitHub, на них будет ссылка. Вы можете все это в коде посмотреть, как это работает или не работает. Ну, в общем, у меня работало, как всегда. В сенките есть немного другая проблема. Эта проблема заключается в том, что мы можем добавить нод, добавить на него текст, геометрию текста. И когда мы будем к нему подходить сбоку, он сам к нам не повернется. А нам хочется, чтобы поворачивался. И сенкит об этом подумал. У него есть механизм billboard constraint, где нужно задать свободную ось, относительно которой нод будет поворачиваться, чтобы смотреть в камеру. Мы задаем ось Y как свободную ось, добавляем constraint и получаем… Прошу прощения, не могу видюшку не показать. Давай. Да, и получаем нод, который всегда смотрит на тебя. Это, кстати, все в Яндексе, такие красивые виды. Мне нравится очень. Всем к нам приглашаем. В итоге есть UI-кит, есть сенкит, есть решение поставленных задач. И мы, когда начинали, на самом деле не очень хорошо были знакомы с сенкит и решили не играть судьбой и взять UI-кит в качестве реализации метки финиша и на этом продолжить нашу работу. И следующей задачей была вспомогательная метка, которая на самом деле всегда показывает, куда нужно направить телефон, чтобы увидеть конечную точку маршрута. Более того, она исчезает, когда перед нами конец маршрута виден. И нужно найти ее, на самом деле, положение, потому что размер всегда константный. Посмотрим, как это сделать. Сделали мы это, естественно, в UI-ките. В сенките смысла особого нет париться. Похожая ситуация. У нас есть дом, который виден на экране, и дом, который не виден на экране. Но именно к красному дому нам нужно попасть. Соответственно, у нас есть его позиция в 3D. Мы точно так же проецируем на плоскость экрана. И затем просто ищем пересечение отрезка из центра экрана до точки проекции с границами экрана. Ба-бам! И появляется метка. Она показывает, куда нужно повернуть телефон. Выглядит это, на мой взгляд, вообще классно. И я прям долго ходил, игрался. Мне очень понравилось. Так она классно прилипает. Вот, как в играх. Наверное, кто-то играл в игры, где показывают, куда нужно повернуть. Но разговор не об этом. И перейдем к следующей задаче. Это линия маршрута. Она у нас, как вы помните, наверное, выглядит как такие стрелочки, которые красиво плывут вдоль маршрута. И все бы здорово, но маршрут может быть на самом деле длинным. Длинный — это десятки тысяч точек, может быть, тысяча точек. Но хотелось бы сделать решение, которое от этого зависеть никак не будет и не будет тормозить, если точек будет много. Поэтому мы решили рисовать не весь маршрут, а выбрать тот участок, который будет оптимально виден пользователю. Это порядка 100 метров. Соответственно, в дальнейшем мы создаем модели, добавляем им анимации необходимые и запускаем это все дело работать. Иногда обновляем, когда двигаемся вдоль маршрута, потому что при движении вдоль маршрута, ну, понятно, что нужно перерисовать все это дело. Каким образом мы ищем необходимые точки маршрута? Представим себе вот такого кота, и ему нужно прийти в конечную точку. У него есть маршрут. Нужно найти ближайший сегмент, где расстояние до сегмента — это либо расстояние до ближайшей точки, либо проекция на отрезок. Здесь все, в общем-то, геометрия, восьмой класс. Спасибо ей. Работаем дальше. И когда мы нашли ближайший сегмент, мы можем выбрать из всей полилинии маршрута необходимый участок, пройдя по полилинии, взяв сегменты так, чтобы их сумма их длин была порядка 100 метров. Когда мы выбрали точки, нужно рисовать стрелки. И все здорово, нужно просто взять модель, нарисовать ее в 3D Max, загрузить, и все будет здорово. Но, да, тем более, что Сценкит поддерживает все форматы, которые нам необходимы. Но учиться рисовать в 3D Max нам было некогда. У нас было на все это дело порядка двух недель. И мы решили сделать это в коде, как программисты. Нужно просто представить модель в виде треугольников, найти координаты вершин в системе координат нашей модели и создать массив индексов. После чего вот такая вот структурка, слева вы можете видеть, она передается в Сценкит геометрии в качестве сорца. И получаем модель, которая во всех трех проекциях выглядит как-то так. Мы получили модель. Теперь надо добавить какие-то анимации, чтобы линии плавно вдоль маршрута у нас двигались. Давайте посмотрим, как это сделать. Разобьем маршрут на участке равной длины. Здесь вот красным, зеленым, желтым цветом обозначены как раз вот эти участки. Иногда они состоят из одного сегмента, иногда из двух. После чего поместим на каждый из таких участков по стрелочке. И каждой стрелке добавим анимацию вдоль своего участка. Анимация состоит, соответственно, из смещений и поворотов в точках соединения сегментов. У нас есть появление в начальной позиции. И у нас есть повороты и смещения. Тынь, тынь, тынь. Да. Чтобы такую анимацию сделать в Сценкит, можно разными способами, на самом деле там много способов, как анимацию сделать. Мы решили пользоваться SCN Action. Это такой декларативный API. И удобное, оно позволяет создавать последовательности, повторяющиеся действия, группировать анимации. И, собственно говоря, итоговая анимация выглядит как-то так. То есть у нас создается начальный экшен, появится в начальной точке с начальным углом. Для каждого сегмента создается анимация движения или поворота. И запускается вот такая бесконечная последовательность из появления и степов. В итоге, если посмотреть на анимацию одной стрелки, она начинается и заканчивается в конечной точке. Но если мы добавим еще одну стрелку, начинает казаться, что стрелка едет дальше. Три стрелки будет, соответственно, очень красиво. И в конце вот такой хоровод из стрелок, которые сумасшедше двигаются, и нам, в общем, понравилось. Я очень много говорил о том, как мы рисуем, как мы эти объекты размещаем на сцене, но нужны позиции этих объектов, а где их взять. У нас есть только географические координаты. И вот сейчас я хочу немножко рассказать о переводе из одной системы координат в другую. У нас есть две системы координат. Это геодезическая широта-долгота и аркитовая декартовая система координат. Важно, что в нашем решении мы не используем высоту над уровнем моря в данных core location и, соответственно, y-координату в данных аркита. Соответственно, я утверждаю, ну и оказалось, что это правда, можно конвертировать координаты из одной системы в другую и обратно. Связано это с тем, что в аркит у нас система координат метрическая, то есть все измеряется в метрах, и смещение между двумя любыми географическими координатами тоже можно перевести в смещение по x и по z в метрах. Для тех, кто не очень любил географию в школе, есть вот такая картинка, на которой есть параллели и меридианы. И параллели — это то, что параллельны экватору, и их длины отличаются. У меридианов нет. Именно поэтому, чтобы перевести, нам нужно воспользоваться немного более сложной формулой, чем dx равно delon, dx равно delat, а именно домножить на количество метров в одном градусе широты и долготы, соответственно. Теперь, когда мы, в принципе, разобрались с переводом, давайте поговорим о таком понятии, как estimate. Потому что, на самом деле, что переводить координаты, нам нужно иметь некоторое начало отсчета, то есть точку, для которой известна и географическая координата, и координата в Sinkit. И мы называем это estimate. Как видно, там не используется в Sint, уровне моря и y. Теперь посмотрим, как эти объекты размещать. Предположим, что у нас есть объект, и нам нужно определить его позицию на сцене, зная географическую координату. Нам нужно некоторое, как я уже говорил, начало координат или якорный estimate. Я решил его так называть в презентации, потому что не нашел другого слова какого-то умного. Собственно говоря, нам нужно рассчитать смещение в географических координатах и прибавить это смещение к позиции на сцене. То есть мы смещение в географических координатах переводим в метры и прибавляем. Все круто. Для тех, кто не понимает текст, там есть картинка. Есть позиция на сцене, смещение, и x плюс dx, z плюс dz. Все просто. Теперь поговорим о том, как выбрать начало координат. Есть простой способ. Например, взять первое показание цель location manager, в этот же момент попросить у аркита, у сенкита позицию на сцене и сохранить это как якорный estimate. Все круто, оно почти работает. Единственное, что точки, то есть позиции объектов, которые мы получим в дальнейшем, они будут иметь ту же погрешность, что у этой географической координаты. И нас это не всегда устраивает. Плюс, когда ты двигаешься в арките на определенное расстояние, у тебя накапливается погрешность. И если ты идешь маршрутом 500 метров и так далее, у тебя все хуже и хуже позиционируются объекты. Особенно если учесть, что мы обновляем, например, стрелки, конечную точку маршрута, и пользователь может обновить маршрут. Поэтому мы используем более продвинутый способ, но это не rocket science. Это просто framework аркит плюс core location. Ну, точнее, мы не используем его как таковой, но из него мы взяли следующую идею, что можно брать якорный estimate как некоторый лучший estimate, который иногда обновляется. И давайте я расскажу про вообще, что это за framework, кратко. Вообще он создавался как open-source решение. В нем хотелось использовать данные из аркита для того, чтобы более точно определять свое местоположение. То есть мы, когда получаем новые данные сейлокейшн-менеджера, это у меня голова не очень правильная, видимо, да, соответственно, мы сохраняем estimate из данных core location и позиции на сцене. Потом добавляем эти estimate в массив, и когда нам нужно определить позицию объекта или местоположение, мы просто используем лучший estimate. Все круто. Иногда его обновляем, то есть по таймеру и по новому значению из данных core location. И вот тезис, то, что использование такого estimate, оно действительно уменьшает погрешность определения позиции объекта на сцене. Все это круто, то, что я рассказал. Это математика, она работает, и перевод из одной системы координат, он действительно работает. Но только в том случае, если… Точнее, он работает всегда, но пользователь увидит перед собой объект в правильном месте, на экране телефона, только в том случае, если оси направлены так, как написано в документации. В реальной жизни все немножко сложнее, и из-за того, что существует погрешность показаний компаса, а Apple именно по показаниям компаса определяет направление осей, мы иногда можем получить некоторый угол между осью Z, которую пообещал Apple, и той, которую мы получили на выходе. Чтобы более понять, как это работает и выглядит, представим, что есть показания GPS, две штуки в момент времени T1, T2, и в этот же момент мы получаем данный аркит X1, Z1, X2, Z2. Мы уже умеем считать позицию на сцене по смещению в географических координатах, теперь сделаем обратную манипуляцию. Мы посчитаем географическую координату по смещению в аркит по тем же формулам. И на самом деле, если вот так посчитать какую-то координату, она должна совпасть с тем значением, которое пришло от Core Location. Если это не так, значит у нас оси повернуты. И напоследок добивка, чтобы еще раз зашло. Есть север, который обещает Apple, и реальный север, который мы получили. Есть, соответственно, наши оригинальные положения. И используя данные из аркита, мы можем в каждый момент времени посчитать, какая географическая координата соответствует нашему смещению в аркит. И получаем не совсем такой маршрут, то есть смещенный, повернутый на некоторый угол. Это есть угол корректировки, который нам нужно найти. И задача состоит просто в выборе алгоритма, как это сделать. На самом деле алгоритм такой эвристический, но работающий. Мы фильтруем эстимейты, то есть не используем эстимейты с плохой точностью, и эстимейты, которые находятся на расстоянии слишком близко друг от друга, потому что они плохие. Мы накапливаем эстимейты по времени и по количеству, то есть когда накопилось какое-то количество, достаточное для расчета угла, мы рассчитываем этот угол и корректируем. Потом выбираем пар эстимейтов и далее рассчитываем угол коррекции для каждой из пар, после чего усредняем. Все такой, ну, в общем, стрейтфорвард. Как вычислить угол между двумя эстимейтами? Я на предыдущих слайдах показывал, что можно рассчитать координат точки 2 самим, и имея как бы три географических координаты, можно найти между ними угол. Например, взяв разность угла с севером. Есть формулы, они будут в конце на ссылках, и там будет показано, как этот угол посчитать. А как мы выбираем пары? На самом деле пары можно выбрать разными способами. Например, взять случайный n% пар. Можно взять таким способом, чтобы каждый эстимейт участвовал только в одной паре. Но хочется сделать как-то умнее, и приходит в голову определить силу пары, то есть ввести какой-то параметр, который показывает, насколько пара эстимейтов хорошая для того, чтобы ее использовать. И на самом деле, немного посидев, можно перейти вот к такой формуле, где вес пары — это расстояние между эстимейтами делить на их сумму и горизонтальных accuracy. В цель location у нас есть горизонтал accuracy — это радиус. Соответственно, почему это так? Потому что если у нас есть какой-то accuracy, мы можем находиться, вот, например, возьмем первую точку, мы можем находиться в любом месте в этом круге. И для второй координаты точно так же. Поэтому у нас есть некоторая погрешность определения угла между двумя эстимейтами. И в случае, когда точки находятся дальше при одинаковых accuracy, погрешность меньше. То же самое, если точки находятся на одинаковом расстоянии, но радиусы больше. То есть погрешность больше. Соответственно, мы попробовали брать пары с наибольшим весом, например, на 20% лучших. И, к сожалению, этот такой эвристика наша, она себя не оправдала. Мы несколькими способами считали угол и поняли, что, в принципе, значения не отличаются. Каким образом вы не выбирали пары эстимейтов? Как мы проводили тестирование всего этого дела? Ну, на самом деле весело. Мы ходили с телефоном в окрестностях Яндекса, смотрели, как ведет себя наша система, как она корректирует оси. Я даже покажу небольшое видео. Но в том числе мы тестировали математику, обычные не тесты. То есть определяли, как работают формулы определения координаты по смещению в аркит, расчет угла между двумя эстимейтами и устраивали, как я уже говорил, полевые испытания. Был также способ, например, мы сделали такую дебаг фичу. То есть можно было явно задать направление оси неправильное, а потом выключить гравити-энд-хиддинг, пройти с помощью нашего алгоритма, и он должен был выставить направление правильно. Это все работало. Соответственно, после полевых испытаний мы сравнивали треки и смотрели, какой был угол и какой нам угол выдала система. Чтобы так напоследок немножко расслабиться после всей этой математики, я чуть-чуть передохну. Есть вот такое вот видео. Это наша реальная дебажная версия, в которой мы строили маршрут. На самом деле точка должна быть вот на этой дороге. Как видно, есть некоторый угол, на котором нам нарисовалась эта точка. Потом произошла первая корректировка осей. Мы немножко походили-походили, данные еще раз накопились, и произошла еще одна корректировка. В конце концов, можно досмотреть. В общем-то, да, чуть-чуть осталось. То есть он докрутит до конца, до достаточно точного положения. Та-дам. Да. Вот. Собственно говоря, это все показывает то, что наш алгоритм сходится. Мы обновляем оси постоянно. У нас нету корректировки до какого-то значения, после чего мы останавливаемся. И алгоритм периодически подкручивает на пару-тройку градусов туда-сюда. Но, как вы видели, есть, конечно, проблемы с тем, что нужно накопить достаточное количество данных. Примерно так выглядят треки. Мы пользовались замечательным API Яндекс.Карт в вебе. Сейчас мы это уже рисуем у себя в дебажной сборке. Вот. И в результате мы, в общем-то, решили те задачи, которые перед нами стояли. Мы не тормозим, потому что отрисуем только видимый участок маршрута. Иногда зависаем, но это не важно. Используем лучшие стимы для уменьшения погрешности. И корректируем направление осей. Все круто. Теперь, ну, как любой, наверное, разработчик, хотя я не знаю, бывают разные, нам было интересно узнать вообще, кто этим пользуется. Да, мы просидели полторы недели, там, в последний день до пяти утра сидели здесь, прогали. И хотелось бы узнать, что вообще что-то сделали стоящее. Из всех пользователей 11% вообще использовали пешеходное ведение с ER. Из тех, кто переходит в пешеходное ведение, то есть, скажем так, наши основные клиенты, 31% из них запускал ER хотя бы один раз. Среди постоянных пользователей, то есть те, кто заходил пять раз и чаще, 50% переходили в режим ER в одном из десяти маршрутов, 25% в трех маршрутах из десяти. Есть те, кто почти всегда выбирает ER, то есть в половине случаев. И есть такая характеристика возвращаемость, мне подсказали ее аналитики. Она говорит о том, что человек выполнил это же действие на следующей неделе, то есть зашел в режим ER. И вот она у нас около 10%. То есть те, кто попробовали, в принципе, некоторые возвращаются, кому-то неинтересно. Статистика дело спорное, я ей не доверяю особо, поэтому оценивать вам. Ну, на самом деле, не зря аналитики работают. Скорее всего, что-то в ней есть. Вот. И напоследок надо хайпануть. Ну, какого хэдс, все дела. Мы, когда сделали эту фичу, увидели, что появились статьи. Спасибо всем, кто их писал. Писали, что работает. Это было приятно. И мы попали в список лучших приложений в App Store. ER. Категория ER. Да. В 2017 году. Это очень круто. И у нас есть блог. Вот так вот ни с того ни с сего. Нельзя ли не порекламировать блог? Он должен быть вон там на экране. Но почему-то экран выключился. И поэтому, если кому-то интересно, предыдущий докладчик рассказывал про Вики, про багаж знаний. Это все очень круто. И мы решили не так давно этим всем тоже начать заниматься. У нас есть действительно интересные статьи, которые даже мы сами не всегда успеваем прочитывать. Ну, в общем, я советую. Реально прикольно. Я люблю почитывать сам. И в конце есть тоже такой вот штрих-код. Там на гитхабчике лежит набор интересной информации. Это и ссылки, и сэмпл мой, который можно пощупать. В него не прикручена корректировка направления осей. Но если вы находитесь на улице, на самом деле оси более или менее определяются четко. И можно просто посмотреть, как работает полилиния, как работает сцинкит, и как работает вспомогательная метка. Возможно, в дальнейшем прикрутим туда и корректировку. Также много интересного про то, как другие корректируют оси. Не мы одни такие решили, что надо это сделать. Есть другие подходы. Об этом можно почитать по ссылкам. На этом, наверное, все. Спасибо. Привет. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. У вас в Android есть такая фича? Нет, в Android на тот момент, когда появился AirKit, Аркора не было еще. Потом он появился. Но пока что... Это на самом деле все в качестве эксперимента было сделано. То есть, хотя и наша инициатива, нам позволили ее реализовать, но это на самом деле эксперимент. На самом деле вопрос в другом. Ну давай. Не интереснее ли было бы найти какую-то кроссплатформенную штуку? То есть они есть. Помимо Аркита уже было что-то. Покемоны же на чем-то работали. И запилить все сразу же. Одновременно. То есть камера, ну, все выглядит очень кроссплатформа. Может быть, только вьюшке чуть перерисовать. Спасибо. Хороший вопрос. На самом деле, до того, как вышел AirKit, мы вообще об этом не думали. То есть и это послужило таким просто толчком, да, поводом, что вышел AirKit, надо как-то попробовать его заюзать. Ну, всем было интересно в команде. Соответственно, мы подумали, что вот было бы здорово поиспользовать пешеходной маршрутизацией. И до этого каких-то таких, типа, исследований или идей, что вот давайте запилим дополнительную реальность в картах, такого не было просто. Поэтому. Спасибо за доклад. Ну, на самом деле, второй раз уже, слушаю, на Mobius у тебя спрашивали насчет… Батарейки. Да. Да. Вы мне будете проводили какие-то исследования? Нет. И второй вопрос по поводу… Ты говорил, что вы хотите построить маршруты, чтобы они не показывали, если, допустим, здание или какое-то препятствие. Вы уже начали работать? Мы начали чуть-чуть другое делать, но об этом я не буду там говорить особо. Вот. Ну, увидите. Когда ждать? Когда сделаем. Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Значит, вот у вас графика, да, вот которая на основе сценки делается, да, она, ну, нет перспективы, да, то есть нет перспективной болезни. По сути, это спрайты, да. Здесь вторая разновидность вот этого ARCNVU не на основе сценки, а на основе спрайт-кита. Может быть, проще было спрайт-кит делать и не бороться с тем, с перспективой сценки. На самом деле, да. В чем-то вы правы, конечно. Вопрос в том, что, когда мы начинали, сразу нам нарисовали макеты, и в этих макетах, ну, стрелки в спрайт-ките не нарисуешь. Поэтому, а это, ну, у нас вообще хотели более там какое-то модное решение. Вот. И поэтому, я говорю, было полторы недели, спрайт-кит мы рассматривали, но класть сцен-кит-фью для стрелок, спрайт-кит на него, и потом еще вспомогательную метку что-то решили как-то не перебарщивать, и обошлись двумя. Ну, на самом деле, с идеей на то, что вспомогательная метка останется в UI, в UI-ките, а в дальнейшем метка финиша, есть более красивые решения, и хотелось бы, ну, даже вот можете посмотреть, и R-runner, например, в App Store. Классное приложение. У них очень красиво нарисованы вот такие столбы из пола. Вот. И я думаю, что может быть что-то такое мы потом просто переделаем на S&M-кит. Добрый день. Ты сказал, ось Y, она не учитывается. Насколько я знаю, обновился R-кит, который вышел. Да. И получается, если пойти в горку, тогда стрелки, они пойдут в горку, и это пока еще не реализовано. Это пока еще не реализовано. Ну, в интернете, грубо говоря, я там видел, что люди пытаются это использовать. В реальности мы, когда просто начали про Altitude разговаривать, право стуна до уровня моря, оказалось, что она там тоже не сильно точная, и как бы это сильно использовать, но просто решили этого не делать. Может быть, в дальнейшем подумаем над этим, пока, как бы, так как эти, ну, карты, в принципе, используются большей частью в России, да, там не так много, скажем так, стран, не весь мир, соответственно, не знаю, пока просто не поступало ни запросов, ни у нас не было, на самом деле, там времени особо, поэтому как-то так. Но вообще это хорошее, как бы, конечно, к этому надо стремиться, и я думаю, что в дальнейшем это будет сделано. Спасибо за доклад. В общем, пришло, наверное, за какое-то время, да, вот к этой конечной версии, которая сейчас есть. Интересно то, что AirKit вышел в июне, по-моему, до того года, начали, соответственно, ресерчить. Сколько в итоге ушло времени до того, чтобы довести вот до такого финального результата, и сколько людей работало именно вот над этой фичей? Прототип. Сначала был прототип, потом была продакшн-версия. Прототип делался где-то, наверное, недели тоже полторы. Там просто не было какого-то UI, а была идея просто как-то нарисовать точки маршрута без всяких там линий, бесконечные точки, просто увидеть, что ты наводишь туда, куда, ну, ты видишь маршрут, правильно расположенный на сцене. Соответственно, после этого мы сели, наверное, нас было человека три, и потом интеграция в карты занимался еще один человек. Полторы недели примерно. То есть, получается, три недели делалось все фича? Да, да, наверное, где-то так. И больше как бы она не допилывалась, то есть вот этот финальный результат практически за месяц был. Баги. Баги. А, ну, в смысле, допиливалась когда? Ну, вот она за месяц сделалась полностью, соответственно, за месяц она стала готова. И больше вот она не развивалась. Больше она развивалась только в фиксах багов. Пока что. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Вопросы? Благодарим спикера. Спасибо. Спасибо.